здравствуйте друзья в месте где мы отдыхаем это земля керн здесь находится одна из самых красивых горных дорог горных шоссе ног альмстрасс и вот мы сейчас как раз на этой дороге эта дорога платная друзья длиной 34 километра и была бы хорошая погода можно было конечно наслаждаться хорошими красивыми красивыми видами которые здесь окружают с обоих сторон это шоссе но как говорится сидеть в гостинице просто ждать хорошей погоды смысла нет поэтому мы поехали просто невзирая на мелкий дождь который сейчас идет по этой красивейшей дороге как вы видите места здесь просто обалденные вот такие вот горные речки горные ручьи но можно останавливаться на дороге практически машин нет температура здесь будет опускаться до минус 1 0 градусов наверху где-то около двух тысяч 200 метров высоты на максимальном уровне вот ну просто как бы погулять и посмотреть посмотрите ребята тут есть возможности просто прогулок на свежем воздухе по этим альпам по этим горам напоминаю что дорога платная 30 евро стоит проезд если вы находитесь в гостинице больше трех дней то гостинице есть бесплатная бесплатная значит пропуска на эту дорогу друзья обалденные виды обалденные горы была бы еще обалденная погода было бы просто все на высшем уровне друзья тем не менее это австрия эти это альпы погода изменчивая буквально каждый час через час на объезде на эту дорогу нам сказали что может войти снег а может и выйти солнце вот здесь уже высота около 1700 метров но это еще не предел дорога идет на высоту две тысячи метров две сто вы видите здесь уже просто снег лежит конечно в солнечную погоду изумительная панорама альпийских гор заснеженных гор но тем не менее воздух так настолько чистый настолько приятно здесь находиться дорога практически безлюдная мы проехали уже несколько километров и только одна машина пристроилась и сейчас обогнала нас фух как вы видите здесь даже какие-то заборчики стояли я так думаю что от диких кос которые здесь пасутся может быть чтобы они не выскакивали на дорогу и вот на этой дороге на такой высоте открываются вот такие виды друзьям хорошую погоду просто рекомендую многим кто будет здесь прокатиться по этой дороге ну и понаблюдать вот такую вот красоту натуральных настоящих австрийских альпах друзья вот такое предупреждение что здесь могут альпийские коровы или какие-то еще животные сделан вот такой вот маленький лабиринт чтобы дикие животные не могли выскочить на на дорогу ну и он и ухоженные дорожки по которым можно просто гулять ходить по горам они все промаркированные тянутся на многие километры хорошо чтобы только бы не пошел снег на нашей летней резине мы по снежной трассе конечно здесь особо не проедем попадаются участки дороги как вы видите вот с такими сугробами это еще не та высота которая была здесь зимой снег уже осел но тем не менее в конце мая в начале июня как вы видите вот на этой высоте 2000 метров лежат еще до сих пор вот такие сугробы на дороге вы практически одни дорога поднимается все выше и выше мне приходится ехать уже на второй передаче всю дорогу потому что мотор не такой мощный мне где-то 90 сил но видимо из недостатка кислорода немножко конечно ему тоже мощности не хватает за моей спиной одно из маленьких горных альпийских озер на озеро еще даже не растаял снег ну как бы для людей здесь сделано все вот такие вот дорожки где можно спуститься к этому озеру вокруг озера пройти как видите он там дорожечка есть вокруг озера но видите еще лежит снег конечно сейчас еще не тот сезон когда здесь очень много туристов и народа но тем не менее зимой конечно эта дорога закрыта здесь ее думаю что прочистить от снега невозможно и открывается она наверно только с мая месяца на дороге попадаются даже места вот такие вот туалеты где стоят для людей сделаны столики где кто-то остановиться на машине может вот такие вот есть парковочки очень много вот таких маленьких карманов парковочных где можно привстать здесь нет кажется он там сверху будет открываться хороший вид если конечно туман нам не все это не закроет на этой высоте уже практически не растет растительность вы видите уже совсем как в тундре мелкие вот такие вот карликовые елочки видно эту дорогу серпантин и раз видно озеро вон там за моей спиной которые только что мы проехали уже пошел снежок как и передали что если мы задержимся наверху очень долго то возможно дорогу занесет снегом снежок начинает идти что будет дальше может он усилится или нет время покажет но тем не менее едем дальше друзья самая высокая точка этой ног альбин штрассы на высоте 2200 метров расположена вот такая вот блокин хитты блокин хитты даже 2024 метра высоты это ресторанчик работает можно здесь остановиться перекусить ну а дальше я так понимаю уже дорога пойдет вниз идет очень серьезный снег заносит я боюсь что даже может так случиться что будет за нас занесены указатели где там ограничение скорости опасный поворот и так далее поэтому может быть есть смысл долго здесь не задерживаться в этом ресторане а просто ехать дальше по маленькой тропинке с этого ресторана друзья подняться можно вот сюда здесь какая-то деревянная постройка скульптура можно позвонить это так называемая вон шклоки это колокол желаний друзья колокол желаний попробуем мы позвонить в этот колокол желаний загадываю себе желать три раза обязательно желание сбудется надеюсь мое желание сбудется друзья и ваш это уже кто успел его загадать вот такой открывается отсюда вид немножко друзья конечно скользко я не буду здесь показывать мое искусство скалолазание это ни к чему в принципе высота то тоже нормально можно навернуться поэтому спускаясь вниз и на поедем потому что как вы видите начинает заносить дорогу уже и конечно слишком долго тянуть нет смысла друзья ну конкретно уже заметает поэтому я думаю тянуть не надо потому что еще может и на дороге образоваться лед поэтому по и короче друзья закрыта дорога уже дальше поэтому нам сказал вот этот вот человек который здесь следит за всем этим изменением погоды что только назад так что нам придется сейчас ехать назад поэтому дай бог что мы не попадем и не проскользим где-то в кувет погнали назад